Вы слушаете подкаст Андрея Курпатова. Лекции, интервью и другие записи о том, как мы устроены и что с этим делать. Андрей Владимирович, что вы думаете вот об этой новости, что собираются петиции, уже больше миллиона человек подписала петицию о том, чтобы пересняли финальный сезон «Игры престолов». Зачем они все делают? Что им не понравилось? Ну, огромное разочарование вообще в том, как сложился сюжет, как вообще строится развязка всех главных персонажей, насколько это их недостойно, насколько вообще это все хуже, до самых худших ожиданий. Ну, первое, что очень забавно, это то, что в целом тривиальная сказка определяется народонаселением как главный эпос современности. Ну, вот, это само по себе требует осмысления. То есть мы имеем очень примитивную, простую историю, значит, в которой нету героя, нету, ну, то есть это такая просто Санта-Барбара, значит, которая долго смотрит, она дорогая, ну, вот, там как бы убивают в Санта-Барбаре, просто время впадали в кому. Ну, вот, значит, и это становится главной сагой. Вот, причем, если говорить, мы поговорим про сам сюжет, да, это сага о раздробленности, об отсутствии человеческих взаимоотношений, это сага, как бы, сказать, в каком-то, какой-то атомизации, да, ну, вот, в какой-то борьбе за власть, которой, в общем, тоже ее и нету, все они борются за власть, которой потом не будет, ну, вот, ни у кого из, как бы, сказать, героев этого морализонского балета. Вот, поэтому, первое, нужно это вот осмыслить, как такое может быть, да, значит, что мы становимся, вот, заложниками этого мифа о том, что нам подарили сагу, значит, нам подарили тривиальную сказку, вот, таких множество, мумитроли есть еще, вот, про Карлсона неплохая сказка, вот, ну, там драконы, здесь Карлсон, ну, в целом, все, весь набор чудес, еще красная женщина, но это, видимо, фрикенбок, вот, как бы, все, вот, да, поэтому, это первое, что требует осмысления, и в этом смысле он очень показательный. Второе, ну, нужно понять, насколько мы оказались в заложниках у Голливуда, вот, который, по большому счету, заставляет нас считать себя соучастниками всего происходящего. Это юмористично. Голливуд – огромная, сложнейшая просто структура, огромная корпорация, значит, в которой работают, там, тысячи и тысячи высокопрофессиональных людей с огромной внутренней конкуренцией, там, и так далее. Они, прежде чем снимать ужастики, они закупают у Американской ассоциации психологов данные об актуальных страхах американцев. То есть это, они бигдаты проверяют, так сказать, народное селение, проверяют, на что оно реагирует, на что не реагирует, и делают ровно тот продукт, который этому народное селение появится, понравится. То есть, по большому счету, речь идет о том, что сидят, условно говоря, умные дяденьки и тетеньки, которые придумывают, что скармливать аудитории. Они, по сути дела, ею кукловодят, они определяют вкус, они определяют интерес, они определяют моду, они определяют то, все, пятое, десятое, да? И для чего нужно было докатиться, чтобы думать, что вы являетесь соучастником этого сюжета и можете высказаться? Я продолжу мысль. Нет ничего выгоднее, чем снять еще целый сезон с новым поворотом, потому что это опять всем не понравилось. Потому что это была огромная трагедия у HBO, потому что когда они к четвертому сезону исчерпали все сюжетные линии, это было, ну, как бы они собирались заканчивать каждый последующий, потому что, ну, просто непонятно, как можно натянуть этого ежика на глобус. Ну, как бы он уже перестал натягиваться, а огня и пламени не осталось. Вот, но это вот такая конструкция, при которой очень мощная индустрия заставляет, как бы, нас желать то, чтобы она делала то, что она сама хочет. Ну, то есть, вот, ну, это, как бы, в этом, мне кажется, какой-то, просто изящнейший подвох, да? Третье. Значит, разные концовки. Значит, тоже очень такая существенная вещь с точки зрения нашего представления о контенте. Раньше у нас было отношение к контенту как к чему-то, что имеет свою целостность и идею. При конструкции, начало черное зеркало, значит, при конструкции, что могут быть разные концовки, у этих произведений разные идеи. То есть, если, значит, условно говоря, в нашем распрекрасном Игре Престолов побеждает, воцаряется, условно говоря, один, это история про одно, если воцаряется другой, это история про другое, если воцаряется третий, то история про третий. Почему воцаряется тот, кого нет? Потому что авторы завершили безморальную, отсутствующую идею, ну, просто в какой-то такой очень гуманитарный миф. Ну, как бы, наша история так важна, мы из неё будем делать будущее, ну, как бы, всё это просто муть, надеюсь, я не сильно спойлю. Для тех, кто не... Ну, вот, но победа любого из героев придала бы смысл происходящему. Мы перестали искать в этих произведениях смысл. Мы смотрим их просто как развлечения. В них нету больше никакого смыслового посыла. Понимаете, смысловой посыл есть в «Братьях Карамазовых», смысловой посыл есть в этих, как его, в, я не знаю, этих, как его, по ком звонит колокол, ну, я не знаю, ну, куча, они, и эта концовка определяет смысл происходящего. Мы живём в обществе, в котором больше никому не нужен смысл. Просто развлекайте так, чтобы нам было приятно, и происходило, как нам нравится. Чтобы победил этот, победила эта, победил тот, и так далее. Вот. И последнее, самое важное, что можно сказать про это. Значит, я уже достаточно давно говорю, что нас ждёт следующее развитие событий. Значит, с развитием VR, дополненной реальности, неважно, как это будет, во что это выльется, в конечном итоге, технологически. Вот. Но, по сути, это одно и то же, да. То есть, это возможность генерации контента вам здесь и сейчас под задачу. То есть, вы можете, как бы, сказать, хочу того-то, хочу это, пятое-десятое. Значит, дальше развитие искусственного интеллекта позволяет вам определять, например, смысл слов. Подыскивает под них визуальные образы. Значит, и дальше представьте себе конструкцию, что я говорю. В тёмном-тёмном лесу, значит, на тёмной-тёмной, значит, стороне силы, родился, там... И искусственный интеллект у меня на глазах всё это рисует. Нет проблем. То есть, это VR, вы находитесь в этой виртуальной реальности. Вот. Он знает, что такое тёмное, он знает, что такое лес, он знает, что такое родился, он знает, что такое это, пятое-десятое, сможет улавливать эти смыслы и может производить. И вот мы сейчас приходим к конструкции, что аудитории перестают быть интересны идеи, которые предлагают авторы. Смыслы, которые предлагают те, у кого есть, ну, как бы, нечто, что они хотят сообщить аудитории. Да? Какой-то внутренний, какой-то этот вот... Да. А будет возможность, когда вы будете просто сидеть в виртуальной реальности, вот, говорить, что вы хотите видеть. Причём скоро и говорить не придётся, потому что мы речевой центр будем прекрасно фиксировать, и вам будет достаточно просто подумать, что бы вы хотели видеть. И это будет перед вами появляться. Значит, это будет конструкция, при которой мы замкнём себя второй раз. Мы вообще, в принципе, находимся внутри своей собственной черепной коробки, и всё, что мы видим вокруг, является результатом деятельности соответствующих корковых структур. Мы эти образы формируем внутри головы. Вокруг нас нет того мира, который мы видим. Он сконструирован в таком виде. Но что-то есть, что мы конструируем. А теперь представляете, что это замыкается на само себя. Что это значит? Ну, это значит, что если сейчас я вижу и конструирую мир как бы на основании фактов, то в конструкции, когда датчики считывают мои желания, мои мечтания, мои соображения и так далее, и рисуют для меня мир, не исходя из фактов, а исходя из галиматии, которая у меня в голове накрутилась, ну, как бы мы совершаем вот этот вот, змея укусила свой хвост и съела себя целиком. Вот, потому что никакой невозможно будет коммуникации, никакого невозможно будет полноценного общения, никакого невозможно... Вы просто даже не поймете, если вы попадете в виртуальную реальность другого человека, которого он генерирует таким образом, вообще не поймете, про что идет речь. Но, а он будет как-то развиваться там, или что-то с ним может происходить в этом замкнутом самом себе, он будет вот той мышью с дофамином. Ему нравится видеть вот такие сцены, например, как, я не знаю, эротического содержания, какого-то, я не знаю, смешного, как кто-то падает, например. Дети уже могут бесконечно смотреть Том и Джерри. Что происходит в Томе и Джерри? Какое-то животное насилие. Ну, ничего не происходит, происходит одно и то же, да? Ну, то есть одно и то же, там, кошка бегает за мышкой, правильно ли? Ну, вот. Кошка бегает за мышкой, кошка бегает вообще. Просто в разном антураже. И, кстати, вот взрослые люди, которые сидят в скафандрах виртуальной реальности, которым нравится наблюдать за то, что кошка бегает за мышкой, и это не прекращается никогда. Вот что такое это виртуальная реальность по запросу меня как зрителя. Вот что такое кино по запросу меня как зрителя. До этого искусство имело культурное значение, потому что оно что-то формировало, что-то доносило, разрушало одни ценности, формировало другие ценности, проговаривало время, проговаривало судьбу, проговаривало характер, оно создавало содержание. Когда исчезают авторы и содержание начинает на 100% зависеть от того, что у меня есть в головном мозге, ничего нового там не появится. Там будет вот это постепенное такое альцгеймер, когда там одно и то же зацикливается и повторяется, повторяется, повторяется. Поэтому технологически это будет достаточно скоро все возможно, и это конечно будет невероятным наркотиком. Невероятно. Если там еще будет добавлен какой-то игровой момент или еще какая-то, как в компьютерных играх, потому что компьютерные игры там правила задают создатели. Какая вы сами можете создавать правила. Это вообще... Разве это не какая-то более сложная интеллектуальная деятельность? Это просто правила будут очень простые. Вот знаменитый социальный эксперимент, значит, я сейчас не скажу, не вспомню, кто проводил, значит, они делали игра в монополию, значит, и играют игроки, вот. И у одного игрока, значит, в этом эксперименте, ему разрешают бросать фишки два раза. Ну, то есть, у тебя очевидное преимущество, можешь чаще ходить, чаще покупать, чаще там зарабатывать, и денег ему вначале дали тоже два раза больше. То есть, ну вот, все знают, значит, дальше показывают съемку этого эксперимента. Человек с этими, как бы, преференциями, полученными вообще ниоткуда и ни за что, развалившись так сидит, хохочет и, как бы сказать, унижает этих всех участников. И самое забавное, что они решили поставить туда орешки кешью и какие-то конфетки. Так он в два раза больше брал орешков и конфеток, ну вот, имея в себе вправе, он не чувствует несправедливости. Он еще и жрет больше, да? Ну вот, и он считает, что это он герой, он молодец, он так у всех выигрывает, и он еще имеет право на дополнительные, так сказать, бонусы. И вот теперь представьте, что вы его одеваете в виртуальную реальность и предлагаете самому задать правила. Ужас состоит в том, что все мы, оказавшиеся за этим столом с Монополией, будем вести себя так же. И поэтому сложная интеллектуальная деятельность как раз вымывается отсюда. Просто будет что-то очень... будет Том и Джерри. Всегда будет... как это... концовка по заказу этих зрителей. И вот, что же все-таки, как сказать, что же делать с этим простому обывателю? Очевидно, что мы не можем как-то изменить уже накатывающую на нас вот эту вот конструкцию дивного мира, но какой, может быть, урок мы из этого должны извлечь? Что мы можем подумать прямо сейчас? Ну, я бы вообще, конечно, первое... я бы сказал бы слово «окстись», вот, и понял, что вы смотрите кино. Значит, вот всякая... вот эта вот... какая-то новость появилась, что там полтора миллиона людей уже разучивают язык, который не существует из этих «Игры престолов». Там они, видимо, какие-то говорят вот тарабарщину, и, значит, эти используют это, значит, как какой-то язык, из которого... Ну, то есть, они потеряли грань между... Когда вот ребенку рассказывают, он боится, что-то по телевизору показывают, он испугаялся, что там что-то происходит. И вы ему говорите, не бойся, это не нас по-настоящему, это кино, да? Помните такое вам в детстве говорили? Это важно. Начинать, ну, отличать реальность от вымысла. Сейчас эта граница все больше размывается. И если про что и надо подумать, нужно подумать, чтобы вы просто посмотрели хороший, качественный сериал, созданный очень талантливыми людьми, значит, имеющий в себе соответствующие пружины, значит, вызывающие у тебя определенные эмоции. Но это только кино. У него не может быть другого конца. Если вы хотите другой конец, вы говорите, остановите землю, я сойду. Что бы это ни значило. Вот. Да, поэтому первое, это нужно как-то понять, что мы все больше и больше погружаемся в эту сферу вымысла, и его нужно из себя как бы, ну, ну, исторгать. Ну, как-то нужно возвращаться в get real, возвращаться в реальность, то, что происходит на самом деле. Ну, вот. Любая такая вот аддикция, уход в эти виртуальные сферы, компьютерные игры, значит, вот эти вот, вот такое взаимодействие с кинематографом, очень забавное детское, вот, инфантильное, вот, это все, конечно, то, чему не надо поддаваться, вот, в это входить, ну, вот, и прочее. Вот, это первое. Вот. Второе, значит, это, ну, как бы, у меня вот есть статья, это, да, называется, предощущение хаоса, да? Да, да, ваша статья на сайте СНОБА. Да, ну, вот, и я же в ней рассказываю, что, вот, что такое роман, да, роман это способ, в котором проговаривается время. И вот, это прекрасная сага, Бо-Бо-Бо, значит, эта сага проговаривает время. И это очень хороший диагностический, диагностический аппарат. Вот, вот, если вы поймете, что героев создают таких, вот, чтобы люди, как бы сказать, вживались в их образы, вот, и дальше вставали модели поведения. Вот. Какие модели поведения задаются в «Гре престолов»? В «Гре престолов»? Да, никаких. Есть один, одна модель поведения, значит, которая, как бы, ну, как бы, носит какую-то такую качественную, этическую характеристику. Когда есть абсолютное зло, мы встанем, значит, как один. И то, как мы знаем, как один не встает. Значит, да, все герои ведут себя, как попало. Вот, этих нету, как бы, вот эти все модели, которые задаются, говорят о том, что мы живем в мире, в котором больше нету модели, в которой мы можем оперировать. Апеллировать и говорить, так правильно, так неправильно, так хорошо, так плохо. Что происходит с социальной структурой, в которой нарушаются эти правила? Она рассыпается? Значит, дальше все плохо сложнее. Она не распадется, ну, как бы, ну, просто, представьте, мы отравили муравьев, и они потеряли способность делать муравейник, но просто шарахаются по аквариуму. Ну, как бы, они же будут продолжать быть в аквариуме, все время нет проблем, да? Проблема состоит в том, что появляются новые технологии. Появляются технологии генной инженерии. Значит, мы ее сейчас все, как бы, сдерживаем, потому что есть моральный принцип, что, как бы, во-первых, не надо вторгаться в природу, это нарушит закон эволюции, значит, это даст преференции тем, кто будет иметь доступ к технологии. Ну, то есть, значит, но если все это размывается, какая есть этическая проблема с тем, что кто-то купил себе бессмертие, а другие живут на 15 центов? А уже есть возможность так сделать такие обстоятельства, потому что раньше невозможно было такое сделать, а сейчас можно построить остров в середине океана, как бы, сказать, с абсолютной инфраструктурой и, так сказать, наслаждаться всей жизнью, чего они делают. Вот, поэтому вот эта утрата каких-то таких вот объединяющих общества моделей, она, как бы, говорит о том, что мы будем не способны сдержать вот эти технологические... Ну, то есть, китайцы начнут полностью управлять поведением своих заграждан с помощью вот этой системы тотального контроля и распределения благ общественных, вот, исключительно исходя из соответствия, значит, вот, нужной модели поведения. Аморально это? Если это аморально, тогда вы должны первым делом отстрелить безупречных и их, главного этого товарища, потому что это стопроцентно Китай. Ну, а как? И вот, сострадательный. Значит, не-не, если вы имеете возможность продлевать кому-то, жизнь бесконтрольную. А другие будут... Нет. Это аморально или аморально? Бабуся с огнем, красная женщина, живет, сколько из-за благорассуется, понимаете, и палит огнем направо и налево, как этот. Или это женщина с драконом. Вообще-то, ну, с чего это взяли? За счет, чего такие преимущества? То есть, если у меня, допустим, не дракон, а такая уйма денег, что в целом не море по колено, я могу делать все, что угодно. Ей-то можно? Она и делает. Она и делает. Значит, если у меня есть цать ярдов, я тоже могу делать все, что угодно. И никто мне ничего не скажет. А она-то летает, все. В чем проблема? Ну, то есть, вот, мы просто не видим, не осознаем, насколько вот фундаментально это зеркало, в которое мы смотримся, не понимая этого, глядя в эти новые романы, сериал. И в этом смысле, конечно, популярность Игры Престолов, она говорит сама за себя. Поэтому, если думать, первое, это разделить фантазию, реальность и перестать уже изображать из себя малолетних детей, не знающих этих отличий. Вот. И второе, это просто, ну, посмотреть на все это, как на очень хороший, предостерегающий такой симптом, вот, который, возможно, позволит какие-то более осмысленные там решения принимать во взаимодействии с другими людьми, в работе тех индустрий, в которых мы заняты, в воспитании детей. Да? Угу. Хотите еще смотреть? Так все уже закончится. Но он неплохой. С точки зрения, вот, как бы, типа, телевизионных, он действительно сделан как очень хороший продукт, очень современный, очень... Сейчас же главное, что вот они, ну, там, все заметили, там, что убили главного героя вначале, там, да, нарушение вот этих классических канонов, да, но на самом деле там значительно более, есть такая... Начало проявляться, что вот на самом деле, например, сейчас срабатывает в сериале «Убить Еву». Значит, что узнали в Голливуде, там же как делается? Людям показывают сериал, кино, вот, и такой специальный компьютер следит за движениями глаз, айтрекер называется. Значит, и вот вы смотрите кино, и вам становится скучно, и вы начинаете автоматически отводить глаз от экрана. Значит, выяснилось, что больше аудитория не может держать в голове сериал больше 10 минут. А что потом происходит? Потом он теряет интерес и не может к нему вернуться. И поэтому задача сейчас этих создателей сериала в том, чтобы разбить там 40-минутную, 50-минутную, 60-минутную серию, ну, соответственно, на 4 замкнутых в самих себе эпизода. И вот у вас есть ощущение, что вы смотрите сквозное, но это абсолютно иллюзия. Значит, вы смотрите абсолютно законченные эпизоды. Ну, то есть, вот, их можно вставить, их можно убрать, их можно вставить. Это вот то, что я рассказывал в свое время, как Бахтин Михаил Михайлович определял вот этот вот архаический роман, вот эту архаику, когда элементы сюжета можно вынуть, можно вставить обратно, и от этого ничего не поменяется. Вы могли из «Игры престолов» вынуть кучу моментов, и ничего бы не поменялось. В целом, мы могли бы убрать такое количество моментов, чтобы сохранилось на одну серию. И, ну, как бы, все было бы закончено. Да, все бы случилось, да. То есть, это абсолютно такое лего уже. Вот, и дальше мы сейчас все больше и больше, как бы, наблюдаем вот эти вот сериалы, которые способны удерживать новым, новым вводным, как бы, новый вводный, держат на протяжении, делают законченную историю. И это состоит из такого крупного пока бисера, жемчуга, вот такая, как бы, там есть нитка, которая держит. Вот, и это абсолютно самостоятельные жемчужины. Вы их можете с одной нитки в другую повесить, еще что-то и так далее. И в этом смысле, вот, «Убить Еву» сериал очень, очень, как бы, показательный. Потому что там есть постоянная воздержка драматургии, там постоянно полный псих, там и так далее. Но если вы отойдете чуть подальше и спросите, про что вы смотрели кино, вы не можете сказать. Ну, то есть, вы что-то предложите, но оно ничто не схватит целиком происходящее. Ну, потому что нет целиком происходящего. Нету, потому что есть масса, масса накрученных друг на друга эпизодов. Вот, и мы вот идем к такому специфическому зрелищу, которое... Ну, это же понятно, почему так происходит. Потому что люди привыкли смотреть короткое видео. Вот, и для них это всегда уже должна быть законченная история. Если это видео продолжается, ну, вот, ну, как бы, вот комические ролики, да, с огромной популярностью, всякие наши, если мы по Россию говорим, да, всякие комеди-клабы, эти уральские перемени, комеди-вумен, там и так далее, с бесчисленными абсолютно просмотрами всего этого хозяйства. Это маленькие, конкретные сценки, ролики и так далее. Ну, вот, в свое время так ситкомы начинались, вот, ну, сейчас это просто стало уже бесконечным таким потреблением. Крупная форма превращается в имитацию крупной формы. Нету эпоса. У эпоса должна быть крупная форма. А если это набор кубиков, которые вы напихали, потому что внимание зрителя еще удается держать у экрана. Это не эпос. Это энное количество кубиков. Вы заставили зрителя, и сейчас они заставили зрителя посмотреть еще кучу кубиков, которые они сложат в очередной сезон. Не, ну, эпос же никогда не был, насколько я понимаю, вот именно для какого-то такого массового простого зрителя. Может быть, просто это особенность? Нет, эпос был всегда для простого зрителя. Ну, вот, с чего начинаются наши европейские эпосы? Они начинаются с Одиссей, они начинаются с Илиада Гомера. Ну, вот, вот это и эпосы, и там всегда есть. Мы были, поехали с Уруном для того, чтобы, значит, это... Мы поехали отбить, значит, восстановить честь наших ахейских мужей, у которых стащили девушку Елену Прекрасную, если кому что. Ну вот, параллельно трое разрушили. Есть эпос, в этом есть героическая такая история. И в этот эпос все потом пытались вписаться, да, и каждый род, который там появлялся, он вписывал семья дополнительно. Но был эпос, у которого была единая идея, да. Мы, великий греческий народ, который, как бы, вот способен на такое. Пойти за три моря, там, 30 лет осаждать эту. Вот, и все-таки, вот, как бы, никто грека не объясняет древнего. Вот, и вот такой выпуск, конечно, что же был. Вот, а сейчас нет, какая история? То есть 10 минут это вот именно какой-то... Смысловой... Какая черта современного зрителя все-таки. Это черта зрителя способного удержать смысловой кусок. Думаете, уменьшаться будет со временем? Не, ну тут идея состоит в том, что нам перестали быть важны большие штуки. Вот в чем история. Ну, как бы, оно определяется все равно нейрофизиологией, вот, скоростью протекания психических процессов, там, скоростью, в которой мы можем вычленить сюжет. Ну, вот, я не думаю, что она, как бы, будет сильно меняться. Ну, то есть, ну, как бы, мы не сможем вычислять сюжет за, там, 200 миллисекунд. Вот, при всем желании. Ну, вот, да, ну, как бы сказать, вот просто блоки смыслов, они сами по себе, по тяжести будут вот такими простенькими. А собрать из них более сложную конструкцию будет невозможно, потому что мы такого объема смысла не держим. Это как с современными автомобилями, да? Значит, современный автомобиль, это куча блоков, которые пока еще ездят вместе, да? Вот, но за каждый конкретный блок отвечает, главное, один конкретный, ну, не один, а специалист определенного профиля. И никто больше не будет знать, как сделать машину. Нету человека, который знает, как сделать машину. Ему нужны специально обученные люди. А теперь представьте, что эти специально обученные люди начинают только винтик выкрутить. Только, там, я не знаю, что-то... Шину надуть. И потом из этого надо будет собрать машину. Сложнее? Или можно, там, вот это, эти отвечают за кузов, эти отвечают за двигатели, эти отвечают, значит, за аккумуляторы, эти отвечают за тормозную систему, эти за освещение, это за электронику, да? А потом, этот отвечает за циферку 0 на табло, вот, этот отвечает за фару такую, эту фару. И потом, вот, как из этого сделать машину? Это я привожу пример цивилизации, в которой нету способности схватывать целостности. Вот. И она, конечно, очень рискованная в этом смысле. А мы воспитываем именно такую, очень короткий, короткий смысл. А есть ли какие-то способы, ну, очевидно, сериала для этого уже не очень подходят, вот как-то разбить в себе вот эту способность схватывать что-то целиком? Ну, я же такие примитивные вещи буду, да, говорить. Ну, во-первых, надо читать книги. По одной простой причине, потому что, ну, в нормальной книге есть, там, одна ключевая идея, которую автор, как бы, всяческим образом подсвечивает, раскручивает, разворачивает, показывает, там, и так далее. И если вы способны прочитать книгу и понять, что вам хотел сказать автор, вы учитесь создавать достаточно объемные модели реальности. Ну, вот. Ну, я говорю про non-fiction, конечно, не про художественную литературу. Вот. Но мы сейчас с чем сталкиваемся? Люди прочитали, они запоминают одну какую-нибудь частную мысль. Причем она даже не этому автору принадлежит. Он ее просто упомянул для доказательства того, о чем рассказывал. Ну, они запомнили это. Мне уже приписывают фразу Теодора Росфиле. Делай то, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть, из красной таблетки. Да, уже написано Андрей Курпатов. Ну, вообще, я там про другое. Я там рассказывал про то, как, в какой иллюзии мы находимся, насколько мы не осознаем, что происходит на самом деле с нами самими. Ну, как бы, ну, да, там один из аспектов связан с необходимостью делать, что имеешь, с тем, что имеешь, что можешь, там, где ты есть. Ну, вот. Но люди уже не способны схватить целиком. Они такую мысль выхватили, эту мысль выхватили. А вы поняли, про что книга? Это значит, что они даже не ставили себе такой задачи, понятия этого? Ну, вообще, это было бы странно говорить, что я беру книгу, ставлю перед собой задачу понять ее, да, вот. Ну, как бы, люди обычно берут книгу, потому что они где-то услышали, кто-то посоветовал, там, и еще что-то. Ну, как бы, у нас нету такой, в культуре, этого, как бы, внутреннего требования к тому, чтобы видеть большие смыслы, передавать большие смыслы, там, транслировать их, как бы, формировать и так далее. Нету. Но раньше это было естественно. Раньше было естественно, потому что нужно было про это рассказывать. Понимаете, если вы прочитали какую-то книгу, вы раньше про это обязательно рассказывали другому человеку, чтобы он понял, про что вы прочитали. Почему? Потому что очень был дефицит информации. Ну, то есть, это сейчас мы в любой момент можем получить ответ на любой вопрос. Загугли, спроси у Яндекса, и, как бы, все ответы сразу получишь. Раньше ничего такого подобного не было. И поэтому люди должны были обмениваться выжимками смысла, как бы, сухим остатком того, что они посмотрели, увидели, там, как бы, изучили, там, и так далее, да? Вот. И они всегда, как бы, сохраняли это для передачи. Ну, то есть, вот, я исследователь, я провел исследование, получил какие-то результаты. Ну, как бы, вот, я же не буду рассказывать про всю историю, да? Ну, как бы, я выну эти результаты и передам, да? Вот у нас есть естественный вопрос передачи информации. Представьте, что ее мало. И вот есть люди, которые все друг с другом обмениваются этими сухими остатками, да? Ну, вот. А где вы видите в сети сухие остатки? Ну, в Википедии сухой остаток. Надо, кстати, признать. Вот. Там другая проблема, которая создает у людей ощущение, что если они могут узнать в Википедии, то они уже знают. Ну, вот. На самом деле это не так. Вот. Знает сервер, на котором лежит соответствующая информация. Они не знают. Они просто знают, где узнать. И это следующая проблема, потому что соответствующий интеллектуальный объект в моей голове не создан. И я, соответственно, не учитываю его при интеллектуальной деятельности. И опять мои смыслы сворачиваются до простой какой-то конструкции. Если нужно, ну, мы развернем.